Один из самых деспотичных правителей прошлого, который несправедливо убивал одних из лучших людей своего времени, никогда не потерпел бы, чтобы иноземец Кефир каким бы то ни было образом посягал на любого мусульманина или мусульманку, где бы они ни находились. И что удивительно, это происходило на землях Индии и Синда, где наших сестер заставляют снимать хиджабы в школах. Это был зов двух девушек-сирот-мусульманок, что заставил в те времена завоевать земли Индии и Синда. Их руки дотянулись до тех мест, где сегодня находится Индия и Пакистан. Две сироты-мусульманки, которые могли быть похищены и изнасилованы. Но рабы-коров никогда не останавливаются и не вынимают этого. И это было во времена Аль-Хаджаджа. И здесь не время для споров, был ли хаджаз мусульманином или нет. Покаялся ли он от некоторых вещей или нет. Были ли некоторые обвинения против него преувеличены или нет. Особенно со стороны рафиддитов, как они обычно поступают с людьми, которых они презирают. А они сильно презирали Аль-Хаджаджа. Это уже другая тема, ее можно обсуждать отдельно. Ясно одно, он был угнетателем, убивал за мирские дела. И он несправедливо убил некоторых из лучших людей своего времени. Саида ибн Джубейра, Абдуллаха ибн Сафуана, Мухаммада ибн Саида ибн Абива Каса, Абдуллаха ибн Зубейра, да, будя доволенными всеми Аллах. Да, он все это сделал. Но когда приступал иноземец в любом виде и против любого мусульманина, на его территории или вне его территории, на его границах или вне его границ, он разворачивал целые армии и уничтожал континенты. Он приказал совершить великое завоевание земель Индии и Синда, в той же местности, где они сейчас силой снимают хиджабы при входе в школу. У Аль-Хаджадя были некоторые стычки с тогдашним царем по имени Раджа-Дахир. Раджа был индийским царем западного региона индийского субконтинента. Несмотря на то, что Раджа-Дахир убил некоторых из людей Аль-Хаджадя и причинил ему вред, Аль-Хаджадь не воспринял его всерьез так, как он воспринял его, когда на его территории были задержаны девушки-мусульманки. В 88-м году после хиджры царь острова с названием Якут, и слово Якут упомянуто в Коране, когда описываются Аль-Хур-Уль-Ин, они подобны рубинам и кораллам. Этот остров назван островом Якут, что в переводе означает рубин. И было сказано, что он был назван так из-за прекрасных лиц тамошних женщин. Абуль-Хасан Аль-Баладури рассказывает, что царь острова Аль-Якут, который сегодня называется Шри-Ланка, услышал, что мусульманские девушки остались сиротами. Их отец умер, и у них не было опекуна. И они хотели перебраться в Басру в Ираке, чтобы жить под властью Аль-Хаджаджа. Для царя Шри-Ланки это была возможность выслужиться перед Аль-Хаджаджем, отправив ему этих двух сирот в целостности и сохранности, и расположить его к себе. И вдобавок ко всему, он отправил некоторые подарки вместе с девушками Аль-Хаджаджу, и говорится, что он отправил их всех на корабле. Они знали, как его расположить к себе. Ты отправляешь мусульманских женщин невредимыми, ты не приступаешь против них. На пути пираты захватили корабль, и слухи дошли до Аль-Хаджаджа, и он написал письмо царю Синда, Радже Дахиру, потому что они находились под его юрисдикцией, и он попросил немедленно освободить их. Освободи их немедленно. Царь написал ему обратно, извиняясь, это пираты, и они разбойники, и у меня нет власти над ними. Вести дошли до Аль-Хаджаджа, что женщины взяты в плен, в море, которое находится под юрисдикцией Раджи Дахира. Это сразу же вызвало войну, которая привела к полному завоеванию Индии и Синда. Аль-Хаджадж в честь этих девушек решил, что пришло время захватить весь регион. Две девушки, сироты, о которых никто не заботился. Ты, Аль-Хаджадж, который убил лучших мужчин, сейчас собираешься захватить целый континент? Возьмите карту и посмотрите, где был Аль-Хаджадж. Посмотрите, насколько была далека Басра в Ираке. Затем посмотрите, насколько была далека Индия и Пакистан. И вы увидите ценность зова о помощи мусульманки. Мухаммад Икбаль писал, в землях врагов эхо нашего Азана завоюет эти земли прежде наших войск. Мы держим наши головы и наши руки, стремясь приблизиться к тебе, о Аллах, и к твоим наградам. Вторжение в другую страну из-за двух сирот, о мусульмане. Прошло так много времени, что трудно поверить, что мы когда-то жили в те славные дни. Прошло так много времени с тех пор, как эти шейхи, призывающие в ад, из числа модернистов и мурджиитов, воспитали своей болтологией поколение неудачников и пораженцев, что мы позабыли, что это действительно было в нашей истории, или что мусульмане жили в славе. И это вам в очередной раз показывает разницу между сегодняшними тавутами и такими людьми, как Аль-Хаджадж. Аль-Хаджадж послал своего двоюродного брата, подростка, Мухаммада ибнуль-Касима Ат-Та'Кафи. Он отправил его с армией в 20 тысяч солдат, с военно-морским флотом и катапультами, с самым современным оружием, которое у них было. И Аль-Хаджадж позаботился о том, чтобы армия была хорошо оснащена всем необходимым. Даже уксусом для еды. Он потратил около 60 миллионов дирхам. Шестерка с шестью нулями дирхам. Для армии. Ради зова о помощи мусульманок. Это показывает вам, насколько они были ценны для него. Армии отправились защищать осиротевших девушек, честь одиноких девушек, защитить их целомудрие, как и делал это пророк, салаллаху алей-и-васалям. А сегодня же их армии заняты руководством и защитой разврата или поддержкой наций, которые надругались над тысячами и тысячами наших сестер. А потом у них хватает еще и наглости говорить «Мы саляфиты», или «Мы следуем за саляфами», «Мы следуем за учением Мухаммада ибн Абдил-Вахаба». Вон, взгляните, как они расширяют мечеть Аль-Харам. Вы расцениваете возможность обеспечения водой паломников, прислугой мечети Аль-Харам, наравне с теми, кто верит в Аллаха, истинно верит в таухид Аллаха, в последний день и совершает джихад на пути Аллаха? Они не равны перед Аллахом. Мухаммад ибн-Касим Ас-Та'Кафи приблизился к тем местам, которые мы сегодня называем Карачи. Завоевал и продвигался дальше в битве за битвой. И как только он завоевал город, первое, что он делал, это уничтожал монументы и изваяние многобожие. Он устанавливал таухид и строил мечети, пока не достиг царя Дахира в 92-м или 93-м году по хиджре. Он сразился с ним, победил его, и царь был убит в той битве. Первой вещью, что сделал Мухаммад ибн-Касим Ас-Та'Кафи, было то, что делали до него все завоеватели. То же, чему и учил нас наш пророк, салаллаху алейхи вассалям, при завоевании Мекки. Мухаммад ибн-Касим уничтожил все публичные символы Ширка. Они не побежали на запад, чтобы показать им, какие они прекрасные, что сохранили символы Ширка, или публично защитили самых грязных мучриков, афиддитов и их Ширк. Мухаммад ибн-Касим продолжил свои завоевания и дальше, достигнув таких мест, которые находятся сегодня ближе к Пакистану, к границам Индии, к границам Кашмира и Китая. Мухаммад ибн-Касим оставался на землях Синда, как это называлось тогда. И как мусульмане, так и немусульмане любили его правление. Он был очень мягок и мудр в обращении со всеми, кто находился под его властью. Это продолжалось до тех пор, пока в Ираке не сменилась власть, и он был вызван обратно в Ирак, приняв предопределение Аллаха и зная, какой, скорее всего, будет его участь. Он вернулся. Когда он достиг Ирака, Салих ибн Абдиррахман приказал, чтобы на Мухаммада ибн-Касима надели кандалы и поместили в тюрьму. Брат Салиха ибн Абдиррахмана ранее убил Аль-Хаджаджа. И теперь появилась возможность отомстить, замучить и убить Мухаммада ибн-Касима. Мухаммад ибн-Касим был двоюродным братом Аль-Хаджаджа. Один из легендарных героических завоевателей ислама Мухаммад ибн-Касим был в канделах в тюрьме Васита, где был замучен до смерти и убит в возрасте 24 лет. Короткая жизнь с великими достижениями — это, как правило, путь могущественного, великодушного человека этой умы. Возвращаясь к нашей теме, целый регион, где сейчас срывают хиджабы с наших сестер, был завоеван из-за двух девушек-сирот, против которых приступили. Эта умма — умма непоколебимости. Унижение, которое испытывают наши сестры, и то, что мунафигы пытаются считать нормой, не является нормой для этой умы. Когда-то в сердцах этой умы билось рыцарство, и великодушие текло в жилах нашей молодежи. Великодушие текло в жилах нашей молодежи. Это было тогда, когда эта умма жила так, как ей положено, в благодати, достоинстве и чести. Нечто, что кафиров объединяло в сражении против нее, это было нормой для этой умы. Армии были задействованы ради жизни мусульманок, которые могли быть обесценены. Выходили ради Аллаха, чтобы ответить на зов мусульманок, где бы они ни находились. Примеров в истории множество. Со времен пророка, саллаллаху алейхи ва салям, задействовавшие армию ради одной женщины, и до времен многих халифов после него. Хашим ар-Рифа'и сказал, Когда кто-нибудь причиняет нам вред, мы преподаем им наши незабываемые уроки из прошлого. И когда правители угнетают нас, мы привыкли наступать им на голову. Некоторые лидеры, возможно, угнетали и убивали собственных людей, ради власти или потусторонних выгод. Но когда рука чужеземца, кафира, посягала на мусульманок, она должна была быть немедленно отсечена. Наша проблема не заключена лишь в Индии. Есть также Бирма, Палестина, Кашмир, Ирак и Сирия. Но я специально упомянул Индию, потому что это актуальный вопрос, которым пренебрегают. Мое сердце тает, когда я вижу, как наши сестры уходят с преподавательских должностей, чтобы не снимать хиджаб. И это обязанность, которую они должны выполнять. Они вынуждены поступать так. У них нет выбора. Пусть Аллах, Субханаху ва Тааля, дарует им благо. Родители забирают своих детей домой, чтобы они не снимали хиджаб. Дети возвращаются домой самостоятельно, потому что они отказываются снимать хиджаб до почтитых Аллах, Субханаху ва Тааля. Дети учатся на улице под открытым небом, потому что они не хотят ходить в школы и снимать хиджаб в них. Если бы тагуты были бы как хаджач в наше время, то я сказал бы, что достаточно было бы и одного такого тагута. Но, напротив, один нормальный бизнесмен мог бы построить и финансировать больше школ, чем они могут вместить, что было бы временным решением. И нет никакого мирского образования, достойного неповиновения Аллаху Субханаху ва Тааля. Для тех, кто жертвует, я уверен, что Аллах никогда не допустит, чтобы что-то, принесенное в жертву ради Него, пропало даром. Это будет заменено лучшим, без всякого сомнения. И такова наша вера в Аллаха. Когда мухаджиры оставили свою любимую землю Мекку, свои семьи, свое имущество, свой удел, чтобы защитить свою религию, они получили замену, о которой и не мечтали. За короткое время они стали лидерами этого мира. Раб Аллаха знает, что нет ничего достойного унижения перед рабами животных в послушании Аллаху. Вырасти неграмотным в послушании Аллаху более благородно, более благословенно, чем ускользающая из рук мирская степень доктора философии, полученная в непослушании Аллаху. Самая важная степень, в которой нуждаются сестры и дочери, это степень трех основ, которая обеспечит им окончательный успех как в могиле, так и в этом мире. С такой степенью они пройдут испытания в могиле. И с такой степенью они вырастят поколение, подобное Мухаммаду ибнуль-Касиму, чтобы вернуть утраченную честь этой умы. Статус, символизирующий свободу на Западе, достоин быть не более чем убежищем для их собак. Когда мусульмане носят хиджаб в двух квартальных районах или небольших городках, находящихся под их контролем, непрерывный и нескончаемый лай их собак не прекращается. Когда мусульманам отказывают в праве носить хиджаб, все они как один молчат. Только умы, равные по интеллекту скоту, которому они поклоняются, могли бы объяснить, почему имеет смысл надевать маски и снимать хиджабы. Только умы, эквивалентные скоту, которому они поклоняются, вылавливают и загоняют в угол сестру и проверяют на ней свои мускулы. Это всего лишь мой беглый взгляд по их подстрекательствам и враждебности по отношению к мусульманам-то. Халит-ар-Рашид, и пусть Аллах, Субханаллах, освободит его от страданий. Я недавно слышал, Субханаллах, буквально на днях, что они повторно приговорили его еще к 8 годам лишения свободы, в общей сложности к 23 годам. Много-много-много лет тому назад, по другому случаю, он сказал, «Разве поклоняющиеся коровам стали более мужественными или смелыми, чем мы?» Я спрашиваю вас, что стало с этой уммой, где даже сердца не чувствуют боли за такие грехи, а глаза больше не слезятся. Модель надела хиджаб в знак солидарности с нашими сестрами из Индии, а те, у кого есть завет с Аллахом, в вас говорит молчание. Пусть Аллах защитит, почтит и облегчит страдания наших мусульманских сестер и братьев в Индии и повсюду на этом земном шаре, и вернет таких мужчин, как Мухаммад ибнуль-Касим, чтобы возвратить честь этой уме.